В ноябре прошлого года Русский театр Эстонии объявил открытый конкурс на должность члена правления руководителя учреждения, поскольку у действующего руководителя Светланы Янчи, которая управляет театром с февраля 2022 года, заканчивается договор. В результате 13 заявок поступило в рамках объявленного открытого конкурса на должность члена правления руководителя театра. И вот сегодня пришло известие о том, что с февраля к работе на посту руководителя члена правления русского театра приступит Анна Липяев, которая до этого успешно работала руководителем по развитию и помощником директора. Всегда можно все сопоставить, и если есть административный опыт работы, неважно в какой сфере ты проявляешь свои способности, и свои навыки показываешь, и свои умения. Важно сохранять холодную голову. Это нужно уметь. В последнее время театр можно назвать успешным как финансовым, так и в творческом плане. На многие спектакли билеты распродаются очень быстро. Труппа снова начала гастролировать не только по городам Эстонии, но также за ее пределами. В труппе также и появились новые актеры. И удерживать высокую планку Анны Ли наверняка поможет образование, полученное на филологическом факультете Таартусского университета, и бизнес-образование по международному менеджменту, и только что завершено участие в престижной программе Минкульта Эстонии «Культурный лидер», а также свободное владение русским, эстонским и английским языками, и навыки руководства другими коллективами, где работало до 500 человек. Но в театре своя специфика, освоенная за два года работы там. И это правда очень важно, потому что в театре понятно, что главное – это артисты, художественный руководитель. Все люди очень эмоциональные, безусловно, талантливые, очень хорошие менеджеры в административной части. Нужно уметь сохранять этот баланс и находить подход к людям. Похоже, сегодня русский театр стал важным поставщиком новостей, ведь стало известно, что председатель Совета русского театра Яг Аллик, который там руководил с 2015 года, объявил о своем выходе из состава, поскольку у него было особое мнение на кандидатуру нового члена Совета, но остальные коллеги его не поддержали. А учитывая то, что в русском театре теперь и новый художественный руководитель Дмитрий Петренко, можно сказать, что коллектив вступает в юбилейном году в новую фазу своего развития. Сергей Овченков, Петр Юлевайн. Новости Таллина.